Чем хороша наша команда? Исключительными съемками. Но исключительные съемки ведутся не только мною. Мне нужны помощники, а их несколько, большинство из них работники комбината. Двое умерли от рака, один уже на пенсии. То есть мы не будем говорить, что это только мой труд, это труд моей команды. Ну и как вы прекрасно понимаете финансовую составляющую проекта. Такая штука на крутом канале обойдется в 25 тысяч и естественно зеленых. Ну чтобы работники смотрели и получали зарплату. К слову о бредятине. Да их везде и всюду. Редкий же человек, воспитанный машинами, делает это практически бесплатно для вас. А мы делаем. В 99% случаев мы не используем штативы, а это мое правило, воспитанное геймервертом. Валерий Юрьевич сказал, снимай с плеча и так, чтобы другие боялись. Так мы и снимаем. Конечно, говнюков хватает, как же без них. Но поймите, господа, это не метод зарабатывания денег. Это наша помощь вам. Если у вас нет желания просрать свой талант, то пожалуйста, такого говна разной степени пока пруд пруди. А сроки вашего выживания год-два, а мы работаем уже 16-й год, если честно. К слову о машинах. Всем это нравится, когда мы работаем для вас и здесь. А так, мой телефон вы знаете, и я даже в интернете разместил правильные автостопы с остричком, как они и были ранее. Летит кибитка удалая. Щик сидит на облачке. Лук я свой сзади скинул. Красного кушака у меня тоже нет. Но вот кибитка у нас действительно удалая. Это форт экспедишн. Мы уже показывали форт экспедишн, но тем не менее, не можем отказать себе в удовольствии прокатиться еще раз. Как нам недавно напомнил, прямо перед выборами, товарищ Стас Рухмалев, слова великого Генри Форда. Журналист продается только один раз. Так вот, я продался, честно скажу, хотя я не журналист ни по духу, ни по профессии. Мне больше другое нравится снимать. Но тем не менее, продался я, кстати, уже бесплатно. Абсолютно. Продался я компанией Форт. И это произошло в 1997 году, во время первого посещения Соединенных Штатов Америки. Именно тогда я полюбил машины этой марки. Безумной любовью. И машины мне платят те же. Они доставляют мне море удовольствия. Так вот, что касаемо машины моей мечты. Как бы не поворачивалась судьба, практически все, что я хотел, я уплатил в свою жизнь. Но вот эта машина, это сказка. Форт экспедишн. Если бы еще и не бараны на дорогах были, которые бегают. Кстати, по гололеду. Нам пришлось сейчас достаточно экстренно затормозить. АБС не прощелкнулась. Но машина очень резво встала. Как мы уже неоднократно напоминали, у машин марки Форт АБС интеллектуальная. Она работает только тогда, когда деваться уже больше некуда. Но вернемся к машине Форт Экспедишн. Это не самый большой джип в мире. Самый большой джип в мире тоже Форт. Название у меня эксперт, что мы на нем тоже ездили. Здесь же. Здесь же 8 посадочных мест. Даже не 8, а практически 10. Но для этого вам не надо иметь категорию D. Машина категории B. Скажем так, квартира на колесах. Спереди абсолютно легко размещаются. 3 человека. Ну, соответственно, сзади тоже. Есть еще, правда, придаточек такой небольшой. Для службы безопасности. Ну, или для мелких киндеров. Если вы решили куда-нибудь путешествовать. Для путешествия вам предлагается очень-очень скромный двигатель. Объемом 5,4 литра. Для меня, любителя больших объемов, это уже показатель. Это, конечно, не 5,7. А Chevrolet Tahoe. Но тоже хватает. 235 лошадок, кобылов мощных, достаточно, дефорсировано. Рассчитанных на получение максимального крутящего момента. Потому что машина все-таки джип. И предназначена для пересечения таких мест, в которых обычная машина просто завезет. В остальном, конечно, это коробка автомат. И, соответственно, переключение режимов работы. Толный привод. И пониженная передача. Максимально аскетичная, в моем духе, в любимом. Панель управления. Система кондиционирования и вентиляции. Если вы заметили, это настоящий американец. Рычаг переключения находится на руле. И, соответственно, места здесь хватает всем. Спереди. Панель приборов. Все, что надо, для того, чтобы вы знали о состоянии вашего авто. И еще. Машина очень не любит, когда к нему плохо относятся. Ну и плохо относится к водителю. Он начинает материться. Материться достаточно громко и противно при непристегнутых шернях в безопасность. Спрашивается, для чего? Ведь на этой машине можно запросто переехать в любую отечественную мелкопатамовскую снегу. Ну и при лобовом столкновении вас спасут, во-первых, конечно, подушки безопасности. Во-вторых, два с лишним метра жизни спереди. Большие размеры. Но, конечно, я не буду вам рекомендовать пытаться бодаться с КамАЗами. Хотя, практика говорит, что передняя ось у них вылетает. Но в остальном, машина-то создана для того, чтобы вы получали удовольствие. Огромные 16-дюймовые колеса с 235-й ревиной. Клиренс порядка 400 миллиметров. Переезжайте все, прыгайте где угодно. Ну и в общем, в заключении хочу сказать, что эта машина имеет такую цену сейчас, которую могут себе позволить настоящие джентльмены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА